Президент Нагорного Карабаха уволил госминистра и подал в отставку. Своё решение Райка Рутюнян объяснил тем, что его биография, цитата, и отношение к ней Азербайджана создают проблемы в ведении гибкой политики, которая необходима сегодня. Он отметил также, что не намерен покидать непризнанную республику. Рутюнян был избран главой Нагорного Карабаха весной 2020 года. К нам присоединяется общественно-политический деятель, бывший госминистр Республики Арцах Рубен Варданян. Рубен Карленович, здравствуйте. Добрый вечер. Насколько неожиданным для жителей Карабаха стало решение Рутюняна? И как вы понимаете его мотивы? Что он имеет в виду, когда говорит о своей биографии и отношении к ней Азербайджана? Это было неожиданное решение. Обсуждалось его обставку много раз, но решение было неожиданным. По поводу того, что Райк прошел, как и все 90% варцавцев, все эти 35 лет. Весь путь борьбы за независимость Арцаха, республики Арцах. И у него послужен список, понятно, вызывающий большую реакцию Азербайджана, потому что он, как и все Арцахцы, участвовал в защите своей родины. Является ли отставка президента дестабилизирующим фактором в условиях гуманитарного кризиса в Арцахе, митингах, которые проходили на днях и задержаниях жителей республики? Во-первых, я хотел бы сразу отметить, что гуманитарный кризис – это инструмент в руках Азербайджана, который пытается всячески заставить республику Арцах отказаться от своего права жить по своим законам. Поэтому гуманитарный кризис, искусственно созданный руководством Азербайджана, просто используется как рычаг давления на арцахцев и на мировое сообщество. В этом смысле и очереди за хлебом, и отсутствие элементарных, самых важных вещей, в том числе лекарств. Это просто попытка любой ценой заставить отставцев отказаться от права на жизнь на своей земле по своим законам. Конечно, любая отставка, даже в мирное, а в спокойное время – это всегда стресс. Это достаточно непростая ситуация, но я уверен, что и руководство, которое управляло страной, и те, кто придут на ее смену, достойно проведут серьезнейшие испытания в такой тяжелый для республики момент. Можете объяснить, как будет происходить смена власти, выбор нового главы, когда они могут состояться, и можно ли считать нового назначенного госминистра Самвела Шахраманяна преемником Арутюняна на этом посту, вероятным? Я бы не обсуждал сейчас фамилии, это право парламента, там есть представлены пять партий, они имеют право выдвинуть своих кандидатов, есть законодательные ограничения конституционные, кто имеет право баллотироваться, и будет необходимо набрать 22 голоса в первом туре. Если нет, во втором, простое большинство тому кандидату, кто на каждое доверие парламенту. Эта норма была введена для того, чтобы, если будут такие события, иметь возможность оперативно отреагировать на такие ситуации. И данный президент будет действовать до 2025 года, до очередных уже выборов в парламент и президент. Не могу не задать вопрос, планируете ли вы бороться за президентское кресло? Нет, никак, тем более, что это невозможно с точки ограничения, которое существует, с точки непроживания, цены за проживание. Ну и даже если этого не было, все равно не собирался. Я приехал в Арцах, не для этого я приехал вместе с арцавцами сделать все, чтобы Арцах остался бы армянским, свободным, безопасным и счастливым для жизни. Жизнь не только сегодняшнего поколения, но и многих поколений вперед армян, которые здесь живут тысячелетиями. Иван Карлианович, последний вопрос. Какова обстановка в Арцахе на сегодняшний день? Она сложная, но с другой стороны, я должен сказать, что арцахцы имеют большой опыт, и они действительно очень мужественные люди. И главное, я хотел бы еще раз сказать, что, к сожалению, мирообщество не понимает, что это не просто давление гуманитарного кризиса, это не просто открытие дороги Ак-Нагдам-Скиран, это попытка нарушить все договоренности, которые были достигнуты 9 ноября 2020 года, потому что есть такое понятие «линия прикосновения», в которой российские миротворцы отделяют азербайджанские войска от сил самообороны Арцах республики. И есть огромное количество пунктов, которые сейчас нарушаются. В принципе, Азербайджан своими действиями пытается заставить, сначала делает блокаду, гуманитарную катастрофу, а потом пытается заставить силой получить гуманитарную помощь. И странная какая-то система заставить людей взять у того, кто сам создал эту проблему, и потом еще грозить за это наказанием, если вы это не возьмете. Мне кажется, это вообще какой-то абсурд, театр абсурда, который, если кто-нибудь послушает, разумный человек должен будет понимать, что это все из разъяда какого-то фантасмагорического подхода и издевательства над всеми нормами человеческого и международного права. Вы рассчитываете, что в ближайшее время грузовики с гуманитарной помощью, которые сейчас не могут проехать по Лочинскому коридору, все-таки будут пропущены? Я еще хочу сказать, что вопрос не в гуманитарной помощи, а в том, что 120 тысяч жителей Арцаха должны иметь право беспрепятственно передвигаться по Лочинскому-Бердовскому коридору. Так было записано в соглашении. Они должны иметь возможность спокойно получать, поставлять продукцию, потому что кроме гуманитарной помощи, это же не концлагерь, это же не резервация, что нас просто должны кормить, чтобы мы не умерли с голоду. Здесь люди работали, огромные благодарности предприятий, люди должны просто иметь возможность учиться, уезжать, возвращаться. Это вообще сейчас нарушены все права, не только с точки зрения элементарной еды и медикаментов, нарушены все права, которые имеет любой человек нормальный. Право на жизнь, право на учебу, право на передвижение, право на просто безопасную жизнь в своей собственной стране. Поэтому все-таки я еще раз призываю говорить не только о гуманитарной катастрофе, которая была создана искусственно азербайджанским руководством, а о том, что у республики Арцах и у армян, проживающих в республике Арцах, есть право жить на свои взгляды по своим законам и иметь право спокойно передвигаться по тому коридору, который был согласован и подписан в трехстороннем соглашении между Азербайджаном, Арменией и Россией. Ну а кто, на ваш взгляд, на сегодняшний день может все-таки повлиять каким-то образом на Баку, на Азербайджан? Ну, в первую очередь мы сами, потому что мы своей волей, своим отношением показываем, что вот так, насколько просто заставить Арцах подчиниться не получится. Надо все-таки понимать, что это очень сложный комплекс, очень тяжелый. Я за Баку первый должен осознать, что так просто у него не получится. Вот заставить подчиниться и все. Второе, конечно, здесь очень важную роль гадает руководство Армении. И очень хочется увидеть, что они, несмотря на все свои, не всегда правильные почителя явления, понимая сегодняшнюю новую ситуацию, осознают свою ответственность перед всем армянским миром, стать рядом с арцахским народом и вместе защищать интересы армян, живущих в республике Арцах. Третье, конечно, гаранты России, которые являются частью соглашения между тремя сторонами. И, в данном случае, раздражают, чтобы понимать, что никогда армяне в Арцахе не согласятся ни на азербайджанские паспорта, ни на другие азербайджанские атрибутики. И в этом смысле им предстоит очень непростая задача найти решение, которое позволит это сохранить в том виде, который сейчас существует. Ну и, конечно, международное сообщество, которое все больше и больше обеспокоено гуманитарной катастрофой, все больше привлекает внимание. Сама ситуация, которая действительно абсурдна, на которой я сказал, что сам агрессор создал гуманитарный кризис, потом пытается заставить получить гуманитарную помощь и пугает применение вооруженной силы, если мы ее не возьмем. Спасибо общественно-политический деятель, бывший госминистр Республики Арцах Рубен Варданян был в эфире Артевиай. Продолжение следует...